Всем привет! Как мне кажется, мне в голову пришла отличная идея делиться с вами своим целым полноценным рабочим днём. Сейчас мы тренируемся в режиме 6-1, а это значит у нас 6 дней подряд тренировочных и один день в неделю выходной, это воскресенье. Я думаю, вам будет интересно узнать, как проходит и строится наша работа, по каком ритме мы живём, что кушаем, как спим, как отдыхаем и как тренируемся. Поэтому до встречи завтра, завтра вместе мы проснёмся и вы будете со мной целым днём. Надеюсь, вам будет очень интересно. Всем доброе утро! У нас 7.30 утра и наш день начинается. Начинается он всегда с такой красоты. За окном. Это наше любимое окно. Широкий подоконник. Мы всегда утром открываем шторы, и это помогает проснуться. Подъёмы с утра даются мне намного тяжелее, чем Феде. Федечка это знает. Спасибо вам большое. Всегда приносит мне утром воду с лимоном. Смотрите, какая у нас смешная кружка. Кстати, покупали в Японии. Берём её сюда с собой, потому что она большая, удобная. И спасибо ещё раз большое Федечке. Феде, пользуюсь случаем. Благодарю тебя за твоё понимание. Он всегда готовит завтрак по утрам. Помогает мне проснуться. Даёт чуть больше времени для того, чтобы я пришла в себя. Покажу вам ещё раз прекрасный вид из окна в наш балкон. Всё, приведу себя в порядок и до встречи. Федечка, доброе утро. Привет. Какой у меня хороший муж. Спасибо тебе большое. Согласен. Можно тебя покажу? Ты посимпатичнее меня с утра. Да не, я тоже не умывал. Ну хотя я лучше. Лучше? Наверное. Мы завтракаем обычно фруктами. И Федя всегда готовит. Чистит фрукты. Всё, пошла умываться. Чтобы я не заняла мою ванну. Всё, я умылась. Причесалась, подготовилась. Перевелась я в порядок. Можно идти кушать. Здесь мы кушаем. А, для начала хочу вам открыть и показать наш балкон, как птицы по утрам. Солнышко уже светит само утро. Не знаю, слышно ли вам птиц. Потому что работает кондиционер. Вот такая у нас зелень здесь везде. А здесь находится, мы живём на первом этаже. Слева от нас подъезд. И видите, это подъём в гору. По нему мы должны идти для того, чтобы пойти на тренировку. Но мы нашли обходной путь. Я вам покажу, как мы ходим на тренировку, срезая этот путь в гору. Ну что, я проснулась. Можно начинать завтракать. Завтракаем мы обычно фруктами. Давно для себя придерживаемся этого питания. Потому что с утра кушать что-то жирное, тяжёлое. Уже не в кайф давно. И поэтому мы кушаем фрукты или овощи. Сегодня у нас киви, дыня, драгонфрут называется. Красненький, розовенький. Очень вкусные фрукты, очень вкусные киви, дыня. Очень всё вкусно. Поэтому приятного вам аппетита. Будем кушать и готовиться дальше к тренировке. Я пошла мыть посуду. Это моя расплата на чуть-чуть поздний подъём. Вот ещё издержки нашего роста. Посмотрите. И так везде, кстати. Везде, потому что сделано всё по стандартному росту. Но мне кажется, это ещё ниже, к чему мы привыкли. Потому что в своём большинстве Китай не очень высокорослый народ. Какое я сейчас удовольствие получаю от нашей квартиры. Потому что мы сделали кухню выше. И всё это намного комфортнее. Так что здесь мне приходится даже напрягаться. Тренировка у нас начинается утренне обычно в 9.30. Встаём мы в 7.30 за 2 часа. Потому что нам нужно время на подготовку. Я всегда готовлю себя до тренировки. Делаю специальные упражнения. Подготавливаю своё тело, своё колено. Дома мы занимаемся и растяжкой в том числе. Чтобы было сократить время подготовки в зале. Клею кинезию. Тейп выглядит так. Это обычно полоски, которые все спрашивают, что приклеено. У игроков на плечах, спине, коленях. Существуют специальные техники. И я использую одну из них для того, чтобы помочь своему колену выдерживать нагрузку. Наша утренняя рутина. Ну вообще не утренняя, а ежедневная. Это приклеить тейп. Уже всё отработано. Это занимает минимум времени. Пошлите со мной собирать рюкзак на тренировку. Сегодня утром у нас тренировка разделена на две части. Сначала фитнес-физическая подготовка. Потом волейбольная и техническая тренировка. Сегодня мы будем работать над приёмом и подачей. Поэтому готовиться нужно к этим двумя моментам. Так как мы уже одеты. И нам не нужно переодеваться. Мы уже подготовлены. Беру с собой кроссовки, наколенники, носки. Наколенники у меня уже в зале. Кроссовки. У меня кроссовки космические. Масса. Очень крутая надпись. Здесь на английском. Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon. Не говори мне, что небо это лимит, когда есть следы на луне. Это очень круто. Так, кроссовки я положила. Носки тоже здесь. Резинки для фитнеса. Резиночки, резиночки дополнительные, которые помогают нам в профилактике. И в некоторых упражнениях мои массажеры. Это супер штука. Я думаю, многие спортсмены уже пользуются ей и знают про нее. Это массажер. Работает он так. Кому интересно. Дай бог здоровья тому, кто ее придумал. Она очень часто нас всех выручает, помогает. С собой беру тоже всегда. Делаю себе еще по станировке восстановительный картель. Беру еще с собой обязательно бананы на тренировках, потому что после фитнеса, этот фитнес длится полтора часа, а потом еще минимум час волейбола, поэтому что-то перекусить между этими тренировками нужно обязательно. Беру с собой еще бананы. Ну и все. Показывала вот эту горку вверх. Мы нашли как сократитель. И мы вынимаемся по пожарной лестнице наверх. Наше секретное место. Мы обычно сегодня чувствуем себя какими-то, не знаю, грабителями. Вылезая через окно. Это выглядит вот так. Здесь на этаже находятся разные школы. Внизу, кстати, детский сад. Смотрите, какой красивый. Сделанный как замок. Боюсь ошибиться в названии, поэтому не буду от себя придумывать. Но вот женщина в белой футболке занимается чем-то традиционным. Здесь целая школа у них. И мы каждое утро в одно и то же время выходим. Они делают зарядку. Ну, я называю это зарядкой. Ни хао. Тао шан хао. Вот, я уже по-китайски могу сказать пару слов. Посмотрите, как классно. Не знаю, получится приблизить или нет. В детском саду дети занимаются зарядкой. Да, очень хорошо видно. Отлично. Смотрите, прыгают с учителем. Вообще, китайцы очень активные. Много танцуют. Делают упражнения. Прививают это с детства. Молодцы, одним словом. Здесь баскетбольное кольцо стоит. Это просто двор и территория нашего жилого комплекса. Все, мы пошли дальше вниз. К нашему спортивному залу. Смотрите, как украсили фонари. У них был праздник. Середина осени называется. И вся территория, наш двор, все было украшено такими красными фонариками. Фей, ты готов к тренировке? Я всегда готов. Потому что я машина. Машина? И я машина. Ты машинка. Я машинка, а Федя машина. Ну и на том спасибо, Федор. Здесь у нас на территории прямо это бассейн. Здесь спа. Наш дом со стороны выглядит так. Вот наш дом. Я знаю только одну фразу на китайском. Это доброе утро. Поэтому вы будете слышать ее часто. Они со мной не здороваются. Разминаем стопы. Готовимся к тренировке. Сейчас будет растяжка. И начнем. Как наша команда вся уехала, в том числе и кидается тренер, то моя программа выглядит так. Он красивает на нее. Это вся моя программа на сегодня. Достаточно много упражнений. Ну, что-то вы видите на своем инстаграме. Что-то я сейчас покажу вам здесь. Это был небольшой кусочек. Нам удачи, хорошей тренировки. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...